Всем привет! Привет! Это программа Test Drive и я, Артемий Панченко. Сегодня я расскажу о настоящем колоссе среди легковых автомобилей. Получивший на зарубежных рынках название Volkswagen Atlas, идеально подошел для российских дорог и на рынке отечественном получил имя Тирамонт. Это вроде как синтез земли и гор. Знакомьтесь, это он. Настоящий автобус, не правда ли? И наверняка многие из вас приняли его за внедорожник, но не тут-то было. Этот автомобиль задумывался как сверхвместительный круизный семейный кроссовер для путешествий на дальние расстояния. Для жителей азиатской части России, то есть для нас с вами, это идеальный вариант, поскольку расстояние между населенными пунктами здесь гораздо больше, чем по ту сторону Урала. Конечно, на российском рынке эта модель воспринимается как представитель премиум-сегмента, в первую очередь из-за своих размеров. Но посудите сами, длина Тирамонта более 5 метров, а в ширину почти 2. На дороге он полностью занимает полосу и выглядит угрожающе. С точки зрения объема, это настоящий фургон, он вмещает почти 3000 литров груза, ну если быть точнее, 2700. Ну а в семиместном салоне удобное кресло не придется искать даже очень крупному человеку. Они здесь все удобные, даже на багажных местах есть куда поставить ноги. А знаете, на базе какого автомобиля спроектирован Тирамонт? Не поверите малыша Volkswagen Golf. Когда рынок потребовал вот такого вот крепыша, инженеры постарались и создали этого очень функционального брутала, но с душой легкового автомобиля. Что касается оптики, то она здесь светодиодная. Дизайн фар мне лично очень нравится, как и в принципе всей машины. Визуальная составляющая Тирамонта очень убедительная. Впрочем, салон выполнен в классическом стиле, и он уж точно не предназначен для того, чтобы понтоваться. Он в первую очередь практичный, и большинство опций рассчитаны на то, что здесь будут ездить дети. Ну что ж, пора испытать этого здоровяка в деле. А поможет мне в этом менеджер отдела продаж автосалона АЕМ Павел Абрусимов. Внешне это большая, солидная, статусная машина. Внутри это большой семейный кроссовер. Многие вопросы по данной модели у людей отпадают, то есть во время тест-драйва. По рулем данного автомобиля вы понимаете, как себя ведет машина. То есть и сомнения в мощности, в ее управляемости. Они уходят на второй план. Стереогип людей, что двухлитровый двигатель для данного автомобиля, он мал. Он буквально 200 метров первой поездки, он уходит. Отзывчивость педали, отклик. То есть машина сама за себя говорит, что она едет, у нее есть хороший потенциал для езды в потоке на трассе. На самом деле автомобиль имеет хороший запас мощности и внедорожных качеств. Полный привод реализован за счет муфты пятого поколения. То есть такими муфтами оснащается его младший собрат Тигуан. Система полного привода показывает себя изумительно. Ее управление очень просто, интуитивно. С помощью джойстика мы выбираем режимы подвески. Мы выбираем режимы полного привода. Это может быть обычный на дороге, это может быть экономичный режим, это может быть спортивный режим, это может быть бездорожье. Полностью программируется автомобиль под тот стиль езды, под трассу, на которую вы выбираете. Более подробно о данном автомобиле я расскажу вам в нашем автосалоне. Предлагаю зайти внутрь. Данный автомобиль марки Volkswagen в России представлен с марта 2018 года. Действительно позиционируется как самый большой Volkswagen. В России данная модель поставляется с двумя типами двигателей. Оба бензиновые. Есть вариант двухлитровый турбированный двигатель. Он сейчас перед нами. Мощность данного агрегата 220 лошадиных CL. И есть вариант с атмосферным двигателем 3,6 литра, 280 лошадей. Доступ в автомобиль на третий ряд осуществляется легко и просто. Можно отодвинуть сиденье, откинуть его, пройти и сесть. Официальный дилер марки Volkswagen в Алтайском крае, Алтай Евромоторс, приглашает вас за покупками. Мы находимся в городе Барнаул, улица Попова, 165. Наш телефон 23-00-00. Редактор субтитров А.Семкин